Европейский союз должен отменить визы уже в 2016 году, если Киев выполнит домашнее задание. У ЕС осталось одно требование – внедрение электронных налоговых деклараций для чиновников. Работу украинских властей приинспектировала и осталась недовольна Анастасия Андрощук. Зима 2014-го. Сотни тысяч украинцев вышли на Евромайдан. Здесь же более сотни человек погибли от пульт спецслужб. Конечно, люди отдавали свои жизни не за безвизовый режим, а за будущее в свободной стране, где верховенство закона поставило бы точку в истории всепоглощающей украинской коррупции. Именно в намерении Киева бороться с откатами, взятками и воровством Брюссель усомнился. Украина приняла все нужные для открытия границ закона, но внедрение электронных деклараций о доходах чиновников решили отложить до 2017-го. Это и возмутило Европарламент. Могу заверить, мы полны решимости идти вперед. Сейчас дело за депутатами Верховной Рады. Все зависит от того, соответствуют ли принятые законы критериям, о которых мы договорились ранее. Здесь есть необходимость в совершенствовании. О борьбе с коррупцией представители украинской власти не устают заявлять в каждом выступлении на публику. Однако от простой легкой наживы в виде бюджетных денег отказываться не намеренно, убежден политолог Кость Бондаренко. Ситуация с безвизовым режимом начинает напоминать плохой водовиль. Украина на самом деле не выполнила требований, которые перед ней ставил Европейский Союз. Европейская бюрократия очень жесткая бюрократия. Она не терпит никаких веляний. Здесь принимаем, а здесь не принимаем. Здесь пишем, а здесь не пишем. В данной ситуации они требуют четкого исполнения поставленных задач. Всю неделю в Европейском парламенте проходили так называемые Дни Украины. В столицу ЕС отправились лидеры фракции, едва ли не половина депутатского корпуса. На одной из открытых сессий главу президентской фракции Юрия Луценко прямо спросили, почему до сих пор не запущено электронное декларирование. Мы не достигли оптимального качества закона. Нашим европейским партнерам и многим депутатам, в том числе и нашей фракции, кажется, что закон сузил круг людей, обязанных подавать эти декларации. Других комментариев нет. Официальный Киев хранит молчание. Решение Брюсселя – урок для украинской власти, говорит экс-директор информдепартамента МИД Украины Олег Волошин. Дипломат-еврооптимисты упрекают руководству страны в том, что за переделом должностей и бюджета они воспользовались расположенностью Брюсселя сразу после Евромайдана. Почему мы власть сегодняшняя не использовала уникальный момент после Майдана, когда было в Европе чувствовалось какую-то политическую ответственность перед Украиной, когда не было такого миграционного кризиса, хотя война в Сирии уже шла, но масштабы количества беженцев не было несопоставимы с тем, что сейчас. Вот еще год назад, полтора года назад, можно было добиваться отменный виз. Сейчас это очень сложно. Я верю, что Евросоюз все-таки пойдет на это решение. Президент Украины Петр Орошенко. А ведь именно безвизовый режим СИЭС был главным козырем в руках украинской власти. Вот, к примеру, кандидат в президенты Петр Порошенко весной 2014-го. Будем иметь безвизовый режим. Представьте себе, с 1 января 2015 года вы без какой-либо визы сможете по паспортам путешествовать по Европейскому Союзу. Поверьте мне. Украинцы поверили и большинством голосов избрали партию Петра Порошенко на выборах в Раду. Больше всего для провала безвизового режима сделали люди, которые работают вот в этом здании на улице Грушевского. Вклад народных депутатов оказался весомее, чем война в Донбассе и аннексия территорий с соседним государством. Ведь даже несмотря на боевые действия на Востоке, Евросоюз был готов открыть границы. Только с коррупцией начните бороться, говорили в Брюсселе. Украинская власть делала вид, что слушает, но методов руководства страной не меняла. Здесь, у Мариинского дворца, премьер-министр обратился к народу и легко ответил на вопрос, кто виноват. Но вот только после эмоциональной речи Арсения Яценюка стало понятно одно – лучше не будет. Европа до последнего надеялась, что сможет отправить гражданам Украины хоть один позитивный сигнал, но не смогла стерпеть оскорбления. Как мелкие наперсточники и провластные партии пытались обмануть ЕС. В Брюсселе лидеры всех фракций демонстрировали сплоченность и декларировали общую цель – сделать страну успешной и процветающей. Сейчас просто идет обмен ими живыми заявлениями, которые призваны, в первую очередь, смягчить лопание этого пузыря надутого. И не более того. К сожалению, ни в 2016, ни в 2017 году нам не приходится говорить о том, что в реальности будет либерализован визовый режим. Тем временем глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сделал убийственное для рейтинга в украинской власти заявление. На членство в ЕС и НАТО Киев может не рассчитывать еще как минимум четверть века. Столь жесткое заявление совпало с не менее скандальной новостью. По всей вероятности, Юнкер посетит экономический форум в Санкт-Петербурге в июне. Это будет первый визит высокопоставленного европейского чиновника в Россию после аннексии Крыма. Анастасия Андрощева, Димитрий Клименко, RTVI, Киев.